Мусульманская элита Мусульманская элита Мусульманская элита Спасибо за интересный доклад Но относительно того, на чьей стороне бывают христиане в Сирии Мне кажется, ваши данные относятся более к начальному периоду всех событий сирийских Потому что сегодня, по крайней мере, насколько мне известно, отряды самообороны христианских общин Они практически полностью, так сказать, кооперированы с правительственными силами А вот в первый период, вы совершенно правы, там, в тех светских военных отрядах, которые воевали против правительства Было много христиан, и это естественно, поскольку они более, так сказать, вестернизированы были Некоторые из них даже потом попали в Джабхата Нусра Оставаясь христианами, не принимая ислам, они воевали в отрядах Джабхата Нусра И вы совершенно правы У меня вот интервью, где говорится, что мой завод и завод моего соседа, сунита У которого супруги не одна, то есть в этих скарфах, да, в хиджабах То есть правоверный, мусульманин Заводы, значит, демонтировали и вывезли в Турцию совершенно равным образом Хотя я христианин, а он мусульманин То есть, да, это именно так все и делалось С другой стороны, есть большая разница между отношением к христианам, да, и других отрядов Особенно Джабхата Нусра и тех, которые возлигли в результате, так сказать, ребрендинга Последние жестче намного И ориентированы именно на насилие по отношению к христианам Даешь, менее Вот небольшие так заметки с полей Спасибо большое, вопросы, реплики Дамир Хазрат Махидзинов Не могу не переспросить, возможно, слышался Прозвучала фраза, что диалог между христианами, иудеями и мусульманами Строился не на основе исламской доктрины И перечислили на основе чего он строился Вот если ваше утверждение правильно То мне кажется, что та работа, которую мы проводим Именно обосновывать на основе Корана Что именно в Коране заложен основа диалога между мусульманами и представителями других верований И вообще всего человечества То вся работа на смарку Спасибо Спасибо большое за вопрос Но мы, я надеюсь, все здесь присутствующие неплохо знают Коран И все прекрасно знают, что в Коране вопросы исламского конфессионализма Прописаны достаточно противоречиво Есть взаимоисключающие суры, которые гласят о том, нет принуждений в религии Но есть и другая сура, которая говорит о том, что на земле ислама двум религиям не бывать Поэтому я специально, говоря о современной политической ситуации Вначале оговорилась, что вопрос о мусульманском конфессионализме Требует особого, специального, дополнительного рассмотрения Который не является частью моего доклада Мне кажется, мы серьезно преувеличиваем роль исламского фактора во всех этих событиях Да, там геополитические составляющие, политическая составляющая Порьба за оригинальное лидерство и так далее Все это намного важнее, актуальнее и гибче, изменчивее А исламский фактор очень часто просто используется Ну, собственно, просто если вкратце повторить суть своего доклада Потому что я торопилась, у меня очень много материала Но время ограничено и было буквально 10-15 минут Но пафоса моего доклада заключается как раз в том Как я вначале сказала, что мусульманно-христианские отношения, они идеологизируются А на самом-то деле, как бы противоречия сейчас пролегают Не столько между мусульманами и христианами, сколько в плоскости идеологической сферы Потому что как мусульмане делятся на светских и, так сказать, религиозные круги Точно так же и христианские общины сейчас и в Сирии, и в Египте, и в Ливане Они переживают процесс политизации И часть из них уходит в религию, поддерживает различные группировки В том числе и радикальные При этом другая часть продолжает оставаться, так сказать, светскими То есть, иными словами, водораздел пролегает сейчас Не столько в плоскости мусульманно-христианского взаимодействия Сколько в плоскости идеологической Вот, собственно говоря, в чем заключалась основная мысль моего доклада И на эти события повлияли, конечно, события арабской весны Которые политизировали все общество и раздробили его по другому принципу Спасибо Виталий Вячеславович Науки У меня есть маленький вопрос, который скорее адресован к Давиду Арташесовичу Вы упомянули о разных отношениях различных радикальных группировок к христианам С чем это связано? Вы не могли бы пояснить, как вы это трактуете? Вы знаете, мне кажется, что в отношении конкретно армянских кварталов Алеппо Это связано с турецким фактором Но, насколько я знаю, в отношении языцких племен Даиш, конечно, был абсолютно жесток И исходил из того, что они, так сказать, многобожные Язычники, многобожники И их надо уничтожать Спасибо Вопросы, реплики? И тогда, last but not least Мы переходим к последнему докладу нашей панели Владимир Алексеевич Аватков Кандидат политических наук Доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Директор Центра востоковедных исследований Международных отношений и публичной дипломатии Тема его доклада О роли Турции в современных международных отношениях В контексте интересов России Пожалуйста Спасибо большое В первую очередь, спасибо большое за приглашение За предоставленное слово Я понимаю, что все устали После такой большой дискуссии Я постараюсь кратко осветить основные направления Мысли моего доклада Тезисно, грубо говоря Первое и основное Это то, что турецкая модель сегодня Она радикальнейшим образом трансформируется Турция на протяжении всей второй половины 20 века Являлась светской моделью С преимущественно, максимально преимущественно Мусульманским населением И эта модель имела место быть Вплоть до прихода к власти Консервативной партии Справедливости и развития в 2002 году Которая состоит из преимущественно Тарикатов различных Которые пытаются реализовывать Не только экономическую повестку дня На которой они изначально делали акцент Но и определенным образом Консерватизировать общество То, что вызывает протесты У яросветских, прозападных элементов С 2002 по 2010 год Шла определенная стабилизация этих элементов Борьба между ними И попытка реализовать одну цель С которой они собственно объединились Это устранить военных От рычагов управления страной Военные были остаются во многом Символом светскости в Турции Но когда в 2010 году Произошли известные дела В результате которых Многие военнослужащие Ведущие в Турции Сели за решетку Между этими политическими субъектами С определенным религиозно-экономическим оттенком Внутри партии справедливости и развития Возникла борьба Которая закончилась ссорой Между известным проповедником Живущим в Соединенных Штатах Фетхулахом Гюленом И нынешним президентом Турции Эрдоганом Ссора это сыграло свою роль И во многих событиях Последних, известных В частности В рамках военного переворота Или псевдовоенного переворота Который имел место быть Летом прошедшего года Ссора это играет Роли по сей день Когда судьи Когда все те Кто хоть как-то связан с Гюленом Или по мнению руководства Турции связан с Гюленом Отправляются за решетку Конечно, если вот У меня написано В контексте интересов России С точки зрения интересов России Организации, связанные с Гюленом Являются достаточно опасными Они способствуют Скажем так Дезорганизации тех процессов Которые идут внутри нашей страны Но не только для России Как в общем-то Недавно заявлял Эрдоган Эта опасность существует И для многих других стран мира Долго не буду останавливаться Перейду к следующей второй тенденции Турция постепенно переходит В своем понимании От региональной к мировой державе Вопрос Насколько у Турции Достаточно ресурсов в реальности для этого Конечно, недостаточно Но турецкое руководство Все больше и больше себя позиционирует Как страну Которая способна решать Решать проблемы мирового уровня Мирового масштаба В чем это выражается Например, в лозунге Эрдогана Мир больше пяти Больше пяти основных Постоянных членов Совета безопасности ООН Например, в том, что он предлагает Трансформировать радикальнейшим образом Совет безопасности ООН Например, в том, что Турция Пытается решать вопросы Не только своего региона Но и вопросы Африки Турция пытается вмешиваться В проблемы Латинской Америки Успешность этого пока невелика Но можно говорить о том Что Турция достаточно много сделала В плане гуманитарного сотрудничества Со странами Африки Со странами постсоветского пространства И сформировала определенные поля интеграции Достаточно нестандартные Поля интеграции Что я имею ввиду? Европейский союз шел от экономики к политике Турецкая республика шла сразу по нескольким полям Производила интеграцию через образование Науку Через религию И потом все это постепенно Сейчас объединяется в единые структуры Достаточно любопытно Например, Турский совет Если зайти на сайт Турского совета Все названные мной структуры Почему-то нарисованы на этом сайте Дальше Следующая важная тенденция Переходя ближе к безопасности Турция устала от запада Турция разворачивается на восток Для России это определенное поле для возможностей Чтобы переломить историческое противостояние Существовавшее между Россией и Турцией На протяжении веков Турция разворачивается на восток И делает это, естественно, медленно Потому что она шла на запад столько лет Одно из последних заявлений Реджепа Тайпа Эрдогана Связано с тем, что если Европейский союз Не изменит свою политику до конца года И не начнет процесс вступления Турции Турция откажется от интеграции Путем проведения всенародного референдума Но Ведь Турция является также членом НАТО И основную часть безопасности Турции До сих пор обеспечивает именно Североатлантический альянс При этом все больше и больше Растет самостоятельность военно-промышленного Комплекса Турции Потому что разрабатываются Собственные системы вооружений Идет активный диалог с Россией О возможности создания совместных производств В том числе на территории Турции Но Если Турция отходит от запада Это отнюдь не означает, что она становится Все более и более лояльной Россией Отнюдь Это означает, что она становится Все более и более самостоятельной И нам легче работать с ней Потому что мы не должны думать Что все время стоят Соединенные Штаты За этой страной Но В этой связи возникает Две достаточно любопытные вещи Связанные с безопасностью В Турции Крайне широкое определение Понятия терроризм Одно из, наверное, самых широких Определений в мире Под террористом можно подписать Кого угодно Европейский союз требовал Трансформации этого определения Чтобы под него нельзя было подписать Гюлена Турция отказалась И это было одной из причин Почему договоренности между Турцией И Европейским союзом Относительно беженцев Не реализовались Кроме того Турция обладает протяженной границей С Сирией и Ираком Следственно на территории Турции Вот сегодня, кстати Будет торжественное открытие Очередного лагеря для беженцев На территории Турции И Турецкая республика Чрезвычайно страдает От того, что на ее территории Концентрируется такое количество беженцев Которые она оплачивает Но почему это происходит? Во многом благодаря тому Что Турция была одной из первых Стран, которая провозгласила Что Асад-диктаторы обязаны уйти Во многом благодаря той политике Которую Турция ввела ранее Ранее она ввела политику Под названием Ноль проблем с соседями Но многие похоронили эту политику А на самом деле зря Потому что если зайдете на сайт МИДа Турции Она до сих пор существует Просто другой вопрос Как можно установить мир с соседями? Можно путем договоренности Пытаться прийти к чему-то А можно воздействовать на соседей Влиять на них То, что Турция пытается сделать За счет инструментов Мягкой и жесткой силы И в этой связи В Турции сейчас сталкиваются Две такие тенденции Это с одной стороны Страх от того, что Турцию могут развалить Как планировалось в рамках Северского договора А с другой стороны Это имперские Нео-османские воззрения Эти две тенденции Сталкиваются Как в элите Так и в среде простых Турецких граждан В чем это проявляется? Это проявляется В росте радикализма В росте радикальных воззрений Что за счет Каких-то более радикальных действий Можно чего-то достичь быстрее Можно сбить российский самолет Чтобы показать всему миру Что мы великие Можно взять и сжечь После того, как сожгли в Кайсере Это было вот вчера Если мне не изменяет память Сожгли автобус с военнослужащими Можно взять и захватить Здание партии Демократической партии народов Лидер, который сейчас Находится под следствием Захватить его И повесить там Флаги, связанные с бос-куртами Серыми волками Вот эта вот радикализация И борьба Жесткая борьба Между вот этими двумя трендами Внутри турецкой политики Это основное свойство Сегодняшней турецкой политики Мне очень понравилась Фраза, которая была сказана Сегодня одним из участников Это фетишизация насилия Во многом я могу сказать Что это наблюдается В среде населения Особенно после переворота Который максимально открыл Все возможные возможности Для Эрдогана Переворот по сути Наделил его чрезвычайными полномочиями Которыми он пользуется по сей день Объявляя, например, национальную мобилизацию Которую он объявил недавно В рамках борьбы с терроризмом Пока не ясно Что это такое будет в реальности Если внимательно отслеживать Риторику турецких властей То можно приходить к выводам Достаточно нестандартным Например, еще до сбития российского самолета Ной было замечено Что в Турции растет радикально Растет негативная риторика В отношении России Списывал я это на то Что в Турции были выборы И нужно было переманить националистов На свою сторону Однако, как показала практика Это было совсем не так Сейчас вот эта радикализация взглядов Которая наблюдается в Турции Используется властью для подтверждения Своих собственных возможностей Нельзя не отметить то Что через Турцию шли И идут очень многие выходцы Из постсоветского пространства В сторону Сирии и Ирака Нельзя не отметить то Что наоборот Через территорию Турции В Европейский Союз Идут ряд радикалов Борется ли Турция с этим? Борется Но она пытается этим скорее управлять Она пытается сделать так Чтобы эти процессы были управляемые То есть управляемая радикализация Но обычно в таких случаях Радикализация такая Может пожирать своих создателей Следующая важная вещь Я постараюсь заканчивать Понимаю, что все устали Это касается конкретно России и Турции Какие сегодня существуют базовые перспективы Особенно важные в контексте безопасности Мы с Турцией наладили положительную экономическую кооперацию Это видно и по Татарстану Какая положительная экономическая кооперация налажена И в целом по России Однако Турция постепенно погружается в зону Вот этой маргинализации международных отношений Она становится медленно, но верно Вот этой частью этого негативного поля Который разрастается на Ближнем Востоке Ей предстоит это остановить Если это удастся То отношения между Россией и Турцией будут улучшаться Второе Нам нужно отойти от понимания того Что отношения строятся сугубо вокруг экономики Здесь очень много сегодня говорилось об идейном факторе Вот на это стоит обратить внимание Когда одна из сфер чрезвычайно развита в данном случае экономика А другие нет взаимодействия двух стран Тогда отношения очень легко рушатся То что произошло с самолетом Но самая главная повестка российско-турецких отношений сегодня Это геополитика и безопасность Это вопросы Сирии Это вопросы необходимости отказа Турции от негативных сценариев В отношении России, которые она постулировала на протяжении всех 90-х годов Но и это поиски новых, абсолютно новых сфер сотрудничества Коими, похоже, сейчас являются переговоры вокруг Сирии Переговоры вокруг создания систем вооружения Я могу много говорить, но на этом, пожалуй, закончу свой доклад Если будут вопросы, с радостью отвечу Спасибо Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо